Музыка Юбилейная выставка Петербург 20-летия открывается в предстоящие выходные в Центральном выставочном зале Манеж. Как подчеркивают организаторы, это итог 20-летнего существования ежегодной выставки. Первый вернисаж Петербурга состоялся еще в 1993 году. Собственно, с тех пор эта выставка стала зеркалом искусства Северной столицы. На Первом канале обзор культурных событий Петербурга. Доброе утро. Манежный Петербург, а так в народе называют эту выставку, в этом году имеет архивный характер. Художники демонстрируют свои работы, относящиеся к разным годам между 1993 и 2012. Основное внимание будет уделено школам и объединениям. Живопись, графика, скульптура представлены работами художников, принадлежащих таким крупным объединениям, как Пушкинская 10, Медьки, Союз художников, Группа 11, Творческое объединение Озерки, Деревня художников. Представлены и большие ретроспективные разделы. Выставка в сущности все эти годы постепенно выстраивала историю петербургского искусства. И вот сейчас мы почти как учебник разворачиваем эту историю, даже не 20-летнюю, а значительно больше. Работы, которые мы здесь показываем, они даже с 50-х годов. Но это то, что образует вообще ядро культуры нашего города. Поэтому выставка, которая, на мой взгляд, надеюсь, много дала все-таки городу и художникам, и зрителям, вот сейчас так завершающим аккордом показывает все самые высшие достижения нашей культуры. Выставка откроется в субботу и продлится до 26 января в Манеже. Для ценителей музыкальных сочинений раннего венского классицизма в Большом зале филармонии прозвучат маленькая ночная серенада Моцарта и прощальная симфония Гайдена. Эти произведения исполнит камерный оркестр заслуженного коллектива России под управлением немецкого дирижера Лео Кремера. Маэстро уже давно известен петербургской публике. Он ежегодно проводит циклы концертов, представляющие стили от раннего барога до позднего романтизма и экспрессионизма, с этим камерным оркестром. Эта программа, с одной стороны, совершенно естественна. Моцарт и Гайден – представители венской классической школы. С другой, она немного специфична, говоря о Гайдне и его прощальной симфонии. Известна удивительная судьба этого композитора. Он в течение 30 лет жил в австрийской провинции и писал свою музыку исключительно для князя, после смерти которого и пришла широкая известность Гайдну. Всего он написал более ста симфоний. Это удивительно. Концерт состоится сегодня вечером в Большом зале консерватории. Эти работы фотографа Дмитрия Песочинского уже вызвали немало споров в социальных сетях, что являлось объектом фотографии – игрушечный макет или реальный город. Ответ – на выставке в музее «Гранд Макет России», где все посетители смогут сравнить искусно созданную игрушечную панораму музея и фотографии архитектурного ландшафта, стилизованные под игрушечный макет. Ничего сверхъестественного в этих работах нет. Фотограф снимал Петербург с высоты птичьего полета, используя на фотокамере специальный объектив – тельшифт. Плюс немного компьютерной обработки, и фотография становится выставочной. Хотелось показать Питер красивый, потому что Питер избалован вниманием фотографов, и нет такого, наверное, города, который так привлекает фотографов, как Питер. Но везде он серый, везде он концептуальный, черно-белый. А хотелось показать город с залитым солнцем, город, в котором хочется жить. Здесь труд очень многих людей, не только мой. В общей сложности, наверное, 6-7 лет, и около 15 или 20 полетов на вертолете над городом. Выставка фотографий Петербурга «Вертикальные параллели» проходит в музее «Гранд-макет России». Андрей Иванович возвращается домой. Так называется спектакль творческого объединения «Открытое пространство», премьера которого состоится на малой сцене театра «Балтийский дом». Спектакль создан по одноименной поэме Фаина Гримберга и повествует о двух женщинах, ожидающих возвращения Андрея Ивановича с войны. В спектакле происходит соединение драматического театра, танца и былино-частушечного распева. И главное действующее лицо в этой истории – живая музыка. Так как поэма написана в таком русском стиле, в мелодике русской речи, русского фольклора, поэтому мы пошли от обратного. Известно, что былины на Руси исполнялись под гусли, позже под балалайку, и, естественно, это был распев. Поэтому мы решили сделать песню и эту историю не прочитать как стихи, а пропеть как некую такую современную былину. Это спектакль о войне и мире, жизни и смерти, и, конечно же, о любви. Премьера – в предстоящие выходные на малой сцене театра фестиваля «Балтийский дом». Игорь Сижонов, Александр Дружинин, Владимир Пивнев и Валентина Говорушкина. Первый канал. Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова